А теперь о том, как можно преобразить дачный участок и даже гараж. У России новое хобби. Они научились выращивать стерлядь и осетров самостоятельно. Каким образом, знает Андрей Негру. Чем бы заняться на пенсии? Александр, отставной военный, без дела сидеть не мог. И вдруг пришла идея. Почему бы не разводить осетров? Вместе с другом проштудировали литературу, собрали установку замкнутого водоснабжения УЗВ и закупили первую партию малька. Мы его завозили сюда еще где-то грамм 300-400 рыбка была. И за 4 года выросли здесь уже в среднем 10-12 килограмм рыбы. В этом году попробуем получить из них пищевую икру. Главное в выращивании осетра, говорит Александр, у которого теперь целая осетровая ферма с десятком бассейнов, чистая, насыщенная кислородом вода. В установке она постоянно фильтруется от грубых частиц, вроде остатков корма, и от токсичных веществ, которые выделяет сама рыба, вроде аммиака. Их нейтрализуют бактерии, обитающие в биофильтре. Еще есть обеззараживающая ультрафиолетовая лампа и аэратор. Каждый бассейн 5 метров в диаметре, глубиной полтора. В одном таком за год можно вырастить 3 тонны рыбы. Конечно, в искусственных условиях гораздо быстрее она растет. Как минимум 2-3 раза. При поддержании оптимальной температуры воды, кислорода и кормления осетр за год-полтора вырастает до 2 килограмм. Вот почему немало людей сегодня увлеченно выращивают осетров на дачах и даже в гаражах. О том, сколько их можно судить хотя бы по числу тематических роликов в интернете. Вот 10 дней, как мои рыбки уже живут у меня. Наиболее неприхотливыми любители называют русского и сибирского осетров. Впрочем, сегодня существуют гибриды, созданные специально для разведения в неволе. Первую такую рыбу еще в середине прошлого века получили советские ученые. Бестер. От слов «белуга» и «стерлядь». От первой взяла быстрый рост, от второй – раннее созревание. В наши дни уже бестера скрещивают с другими осетровыми. Вот здесь, к примеру, живет гибрид бестера с русским осетром, а здесь с севрюгой. Ген русского осетра делает рыбу выносливее. В весе прибавляет она еще быстрее. Что же касается севрюги, то она мечта производителей. Из-за низкого содержания жира и вытянутой формы очень удобно в переработке. Но до сих пор в неволе расти не хотела. Чистая севрюга, без всяких скрещиваний, дорастает за первое лето до 70-90 грамм. Вот наш этот гибрид бестера с севрюгой вырос почти до 300 грамм. Пока работа с гибридами не закончена. Чтобы отправить их большим хозяйствам, нужно исследовать качество мяса и предусмотреть возможные технологические изменения. Но небольшие фермы закупают гибридных мальков уже сейчас.